Сегодня мы с вами продолжаем подводить итоги сезона 2023 и у нас обзор столовых сортов винограда на нашем старом участке, где расположен взрослый виноградник. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном винограду Расту и Винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградер по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Еще маленькое предисловие, прежде чем мы перейдем к просмотру. Виноградник наш расположен в Тержинском районе Ницкой области. Почва песчаная, ПГС. Весной этот виноградник сильно пострадал от майских морозов. На протяжении примерно недели там держалась минус 5 ночные температуры. На протяжении всей ночи, несмотря на укрытие, повреждение зеленых почек было. Тем не менее, урожай мы получили. Сейчас мы с вами его посмотрим. Съемки велись в разные дни. Где-то я буду называть дату съемки, где-то она будет прописана на экране. И да, сейчас я снимаю для вас приветствие дома, потому что на улице очень плохая и неподходящая для съемок погода. Ну а что ж, переходим к просмотру. Академик на основном кусте, конечно, особо похвастаться не о чем. Ни большие грозди, ни самое лучшее опыление, весной подмерз. Сейчас очень птицы. На синюю ягоду птицы вообще на потадут катастрофически. А за птицей приходит оса. Очень интересная по вкусу. Хрустящая, сладкая и такая очень насыщенная. В прошлом сезоне мы немножко его сушили на изюм. Да, конечно, с косточкой, но изюм из Академика это вообще какой-то улет. В такой ягоде сложно выделить какие-то конкретные тона. Но классная гармония сахара, кислоты, ароматики, хруста, сока. Как бы все при нем. Да, конечно, похвастаться тут особо не о чем. Да, урожай довольно скромный, но есть сюрприз. Посмотрите, какой Академик у нас в школке. Смотрите, вот это Академик в школке. Да, вот на кусте, ну, просто в этом году слезы. Здесь, смотрите, гроздь. Да? И размер ягоды, и полнота. А она здесь, кстати, не единственная. Я сейчас еще покажу. Сегодня 9 сентября, конечно, ягода еще зеленоватая, но это школка. Это минимум месяц разницы с основным. Да, и вот смотрите. Вот еще одна. Ну, красота же. Аксинья. Красивая янтарная ягода. Вот с этой стороны гроздочки небольшие, и ягодки небольшие. Ну, а вот с этой стороны все гораздо красивее и интереснее. Ягода может быть с хороших нормальных размеров, да, и гроздочки покрупнее, и нагрузка получше. Ну, к сожалению, такой год, такой сезон. Вкус приятный, гармоничный на 27 августа. Она полностью готова. Вот такой у нас в этом году Аладдин. Гроздочки небольшие получились, но какие есть. Нагрузка на вкус неплохая. Единственное, что не открываем все мешочки, потому что осы, осы летят. И очень сильно. В этом сезоне запаздываю. Снимаем мы его 20 сентября, но к этому моменту, кстати, вот это теневая сторона. На другой стороне беседки он созрел раньше. А это теневая, и вот на 20 сентября полностью созрел. У него очень приятный, такой пряный мускат, яркий выразительный. Ягодка плотная, хрустящая, очень вкусная. Она полежать может так неплохо. Не было, что мы его хранили, и хранится он довольно хорошо. Антоний Великий. Вот такая красота уж. Что великий, то великий. Теплица. Вот такие огромные, длиннющие грозди. Сантиметров 30, не меньше. Вот, прохожу чуть дальше, чтобы показать это все во всей красе. Очень эффектно и впечатляюще. Вот, рядом с рукой. Вот такие ягоды. Вот такие грозди. 26 августа. Косточка коричневая. Ягода зрелая, нереально сочная. Вот если утолять жажду, это Антоний. Вкус сладкий, с легкой кислинкой. Освежающий. Ощущение, как будто вот такая бомба свежести в рту разорвалась. Очень вкусный. Антоний Великий. Открытый грунт. Разумеется, при стенах. И первое плодоношение. Кусту здесь третий год. Конечно, грозди мельче, чем в теплице. Ягода сама по себе мельче. Но степень зрелости примерно такая же. И смотрите, в теплице ягодка, она такая более желтенькая, просто желтенькая. А здесь больше с загаром. Ну, смотрите, конечно, опять же, да. Ну, вот грозочка. Размер. На 12 сентября ягода полностью готова. Сахар 17. И ягода такая очень вкусная. В тепличке она чуть более сочная. Здесь немножко плотнее мякоть. Такая желейная. И ягода очень приятная. С таким освежающим вкусом. В ней и сладость есть, и легкая приятная кислинка есть. То есть такая вот именно освежающая. 6 сентября у нас сегодня. И Аркадия полностью готова. Сладкий, приятный вкус. С тонким и нежным мускатом. Вот такая красота. Крупные грозди. Ну, в этом году, конечно, не самые крупные. Я думаю, что грамм по 800. Может быть, под килограмм будет. Достаточно крупная ягода. Да, где-то есть чуть поменьше. Ну, а где-то вполне хорошего размера. Оставляли по одной грозди на побег. Хотя, вот здесь две. Раз, два. Вот там не видно. Вот там две грозди на побег. И тоже они такие, да, увесистые. Смотрите, вот эта гроздочка, я думаю, что где-то на 1,2 кг потянет. Примерно. И вторая. Ну, грамм на 600 это минимум. Другая сторона куста. Здесь тоже все красиво, все хорошо. Гроздей много. Байконур. Ну, в этом году грозди такие были небольшие. Но очень красивые. Ягоды он так классно налил. Закрывали от ос. Ну, даже не столько от ос. Осы его не трогают. Птицы. Птицы клюют, а дальше уже осы доедают. Поэтому прятали. Ягода такая крупничая. Красивая очень. Ну, грозди, да, грозди небольшие. Притом, что росы не очень хорошо. Под носковый снят. Подной грозочки на побег. Такое все очень красивое и очень эффектное. Сняла еще один мешочек. Здесь тоже грозь небольшая, но ягода прямо какая-то такая. Ну, очень красивая, как калиброванная. Зазрел Байконур у нас в этом сезоне примерно в середине сентября уже. Я тут ходила, пробовала, он был сладкий, вкусный. Сегодня у нас 22 сентября. Абсолютно полностью готов. Можно вот прям целыми гроздями срезать, съедать. Вкус очень приятный. Вкус гармоничный. Оно такой интересный, насыщенный, богатый. Смотрите, еще с другой стороны нашла гроздь. Ну, да, вот это гроздь-то гроздь такая. Вот, смотрите, какая красавица. Она обалденная. По весу чуть меньше, чем килограмм будет. Но я думаю, что грамм 800 потянет точно. Очень такая нарядная, товарная, аккуратная. Это у нас велес. В этом году он у нас вот такой. Смотрите, маленький человек добрался, распробовал. Грозди не очень большие. У нас, по крайней мере, ну как-то он не может нормально войти в свою силу. И цвет обычно такой желто-розовенький. Вот как там, но по факту в этом сезоне вот такой. 22 сентября у нас сегодня. Ну, держим, да. Ягода висит, была в мешочках. Видно, вторая гроздь в мешочке. Даже не вторая, а третья. Здесь все целенько, никакого треска. Никакой гнили. Ничего. Про вкус мне, наверное, и говорить не надо. Маленький дегустатор сказал все за меня. Вот вторая гроздь. Ну, тут побольше, поинтереснее. Но, смотрите, тоже мы ничего не нормировали. Мы грозди не урезали. Велес свел самым последним. Созревание ягод неравномерное было. Ну, решили ничего не трогать, подождать. Вот хорошая теплая осень. Отдала нам вот такой результат. Да, вот ягода темная. Абсолютно созревшая. Легкий мускатик, приятненький. Косточки нету. По вкусу уже все сказали за меня. Галахат в этом году очень скромненький. Такие гроздочки. Интересно, у него всегда зеленая ягода. Вот она не шибко желтая, она все равно зелененькая. Хотя ягода абсолютно полностью готова. И готова уже некоторое время. На 15 сентября в этом сезоне. Сладкая, вкусная, с приятным фруктовым ароматом. И ягода такая очень сочная, с желейной мякотью. Елизавета, крупная красивая гроздья, крупная красивая ягода. Такая желтая. И даже я бы сказала, что она немножко перевисела. Вот смотрите, вот такая красивая. Крупная ягода, красивые гроздья. Весной подмерзла. Но тем не менее, смотрите, тоже вот две такие гроздья на побег. Она таки выдала. Вот еще гроздочка и там еще. 13 сентября, повторюсь, полностью готова. И даже несколько перевисела. Но смотрите, перевисела, это не то, что вот она уже, ну, несъедобная. Бывает такая ягода. Просто вот те, которые на солнышке, ягодки стали вялиться. И сейчас пробую ягоду с несолнечной, с зеленой стороны. Ягода сладкая. Ягода очень сочная. И с таким приятным фруктовым ароматом. Вот это каталония на втором участке. Несколько гроздей. Довольно-таки крупные ягоды. Реально крупные. Очень их тут оси пытаются есть. Ну, в этом году у нас прям нашествие. Здесь еще такая хорошая крупная гроздочка. Гроздей немного. Кустик молодой. 25 августа. Ягода полностью готова. Ягода хрустящая. Ягода сочная. Ягода сладкая. И какой-то у нее такой очень насыщенный вкус. То ли чернослива, то ли чего-то еще. Ну, такой очень-очень яркий, приятный. Каталония. У этого куста первое плодоношение. Куст был пересажен достаточно взрослым. В прошлом году выпустил только один побег. Ну, вот. А в этом году уже дал такой неплохой урожай. Могли оставить даже вот на большом побеге по две грозди на побег. Там еще есть парочку гроздочек. Такие для этого сезона они и не маленькие. Сорт имеет ранние сроки созревания. В принципе, в наших условиях в этом сезоне. Вот. В районе 20 августа уже можно потихонечку щипать. Но для полной готовности подождать еще несколько дней. Тогда уже можно будет полноценно срезать всю гроздь, кушать. Кишмиш белое куриное сердце на прививке в теплице. Прививка была черная-зеленая. Такие красивые компактные гроздочки. Очень аккуратненькие. Хорошая по размеру ягода для кишмиша. На 15 сентября полностью готова. Ягодка с такой плотноватой мякотью. Приятная гармония кислоты и сахара. Прямо такая вот именно приятная. И приятный фруктовый аромат. А вот это кишмиш белое куриное сердце в открытом грунте и корни собственными. Да, здесь гроздочки чуть-чуть поскранные. Чем в теплице на прививке. Вторая тем не менее. Потенциал виден. Шикарно зреет лоза. Она 15 сентября. Ягода готова. Сладкая, вкусная, приятная. Консистенции. Ну, как мне кажется, с таким вот каким-то легким мускатиком. Разницы с теплицей глобально нету. Ну, там гроздья такие более красивые. А так, в общем-то, и по срокам я бы даже сказала, что нет сильной разницы. Кишмиш лучистый. Открытый грунт. Весной подмерз. Тем не менее, все равно дал какой-то урожай. Вот он. Вот он. Здесь пара гроздочек. Ну, видно, да, что они приглянулись уже кое-кому. Я вам скажу, что на 13 сентября, в общем-то, вот эти грозди практически готовы. Легкий мускатик, приятный сахар, легкая кислинка. Как бы все при нем для этого года, в общем-то, неплохо. Мадонна. Такие красивые, аккуратные грозди. Крупные ягоды. Вот, по сравнению с моей рукой, несколько была подмерзшая по весне, поэтому поджирует. Тем не менее, сегодня у нас 30 августа. Прекрасно зреет лоза. На 30 августа ягода полностью готова. Приятный нежный вкус. Ягода хрустящая, но не такая вот плотная мяса, а просто с легким хрустом. И легкой, приятной кислинкой. Но кислинку я здесь имею в виду, что ягода не пресная. Бывает, что она вот совсем такая пресная. А именно такая вот приятненькая, гармоничная. Вот то, что можно съесть и съесть и грозди, две и три, и не набить соскомину. Киш-миш находка. В этом сезоне весной практически полностью смерз. Тем не менее, мы имеем урожай. Вот грозда неплохая. А вот здесь чуть-чуть птички поработали. Вот там. И еще на ту плоскости. Вот такие гроздочки. Видите, помощница тут уже во всем помогает. То есть урожай есть. На 20 сентября созрел. Вкусная, сладкая, приятная ягодка с гармоничным вкусом. Единственное, что находка не чистая. Киш-миш это скорее мягко семянник. Ну, грозди могут быть больше, интереснее. Тем не менее, из полностью смерзшего куста получить хоть какой-то урожай. Очень даже приятно. Одесский сувенир. Вот такие красивые грозди. Ежики. Где-то, наверное, грамм по 400, может быть. У нас в теплице на прививке на лучезарном. Такой вот красотусик. Показываю поближе. Внешне вообще обалденный. Вполне неплохо у нас вызревает. Сегодня у нас 20 сентября. Ягода полностью готова. Уже некоторое время назад ее можно было кушать. Ягода сладкая. С легким мускатом. Но шкурка терпкая. Это в нем есть. Впрочем, мне лично это не мешает. В прошлом году последние ягоды его я садила на Новый год. То есть он достаточно хорошо хранится. Вот такое обалденно красивое, неопыленное преображение у нас в этом году. Смотрите, на 6 сентября. О, все готово. Вот это верхняя гроздь. Там еще есть по кусту мелкие, подмерзлые весной. По этой грозди. Во-первых, она очень плотная. Смотрите. Такая кукурузка. Мелкие ягоды не совсем мелкие. А крупные, но не гигантские. Просто нереальных размеров. Вот вторая, неопыленная гроздочка. Вот уже здесь такие ягоды. Не самые мелкие. На 6 сентября полностью готово. Ягода сочная, приятно хрустящая. Вкус сладкий, гармоничный. Смотрите, вот это преображение в школке. Да, вот здесь опыление практически идеальное. Да, гроздочка небольшая, но это школка. Ягода где-то 4,5 сантиметра по размеру. Вот такие огромные, гигантские ягоды. Сейчас вот эту возьмем, замерим. Вот даже больше, чем 4,5. Конечно, гроздь небольшая, но я уж повторяю, это же школка. Тем не менее, даже там вот такое вот выдала, еще и успела созреть. Это у нас ромбик. Очень сильно весной подмерз. В большинстве своем пошел из замещающих почек. Поэтому урожай скромный. Урожай позже. Одну гроздочку я показывала, вот которую, там где-то примерно в середине августа уже можно было кушать. Может, чуть позже. Все остальное понятно, что позже. Но сейчас на 8 сентября все созрело. Вот такая вот характерная форма ромбика. Ну, здесь гроздочка маленькая, совсем плохо опылилась. Там есть еще несколько. Приятная ароматная ягодка с мускатом. Сладкая, хрустящая, с очень сочной мякотью. Рослим янтарный, он же жемчуг запорожский полностью оправдывает свое название. Как раз-таки уже ягода становится такой янтарной, несколько коричневому цвету. Вот такая. Но это при долгом висении на кусте. И, кстати, висеть она может еще с месяц абсолютно без потери вкуса. Крупная ягода, смотрите. Да, у него бывают проблемы с опылением. Я много раз это говорила. Но в этом сезоне более-менее с этим справились. Да, тут еще плохое проветривание, но перед цветением поливы обильные. И, в принципе, смотрите. Ну, вот гроздь, да, не самая плохая. На этом же побеге вторая гроздь тоже такая, да. Ну, и там третья по-скромнее. Кстати, видно, что вот они цвели чуть-чуть в разное время. Вот и вопросы с опылением. Вот это тоже его гроздь. Больше тенек. Это вот наш коридор, в котором мы почти всегда все снимаем, да. И сразу цвет ягод и другой. Ну, вот посмотрите гроздь. И таких гроздей много в этом году, поэтому в мешочках. Раз, два и три. Вот верхняя. На 30 августа полностью готова. Хотя мы уже, наверное, недели полторы, а то и две русвен подъедаем. Ягода вкусная. Такая желейно-хрустящая. С приятным каким-то фруктовым ароматом. Достаточно сложно его определительно тишцировать. Но не просто вот сладенько, а именно с легким ароматиком. Семя. Один из наших любимцев и самых стабильных сортов. Не все открыли. Потому что едят осы. Ос много, поэтому открыли частично. Большие красивые грозди. Крупная красивая ягода. Может варьировать немножко по окраске. В зависимости от погоды, от температур и перепадов день и ночь. Для понимания масштаба. То есть вот это все сеня. И вот та вся плоскость. Все в мешочках. Это тоже сеня. Дает по две грозди на побег. Ягоды не очень крупные. По размеру вполне. Грозди примерно грамм по 700. Грузится хорошо, зазреет хорошо. Все у него с этим замечательно. Ранний срок созревания. Обычно в конце августа мы уже начинаем его кушать. И достаточно хорошо висит на кустах. В этом году несколько опоздал. 15 сентября мы его срезаем. Вкус сладкий, такой приятный, конфетный. И бывает легкий мускат. Не всегда, не во все годы. Бывает, что мускат либо проявляется поздно, либо потом проявляется при хранении. Но сеня и без муската тоже очень приятно, очень интересно. В этом году немножко потрещал. Первый раз за все время. Он у нас, наверное, уже, ну, чтобы не соврать, лет пять. Плодонос, потому что больше. Но, смотрите. Вот, ягодка просто изюмится. Варится. И все. И от этого становится еще более вкусной. Цимус. Да, скромненько. Но это пасынковый урожай. Цимус сильно подмерз весной. И можно сказать, что даже подмерзло все. Но, куст восстанавливается. Чтобы было лучше видно, я перешла на другую сторону шпалеры. Видим, в горизонте лежит зеленый побег. Однолетний, да? И вверх идут пасынки. Куст жирует и жирует сильно. Тем не менее, вот у нас пасынковый урожай. Конечно, не самая красивая гроздочка, но тем не менее, она есть. Размер ягоды тоже нормальный. 15 сентября у нас сегодня. И ягода эта съедобная, вкусная, сладкая, с характерным ароматом для цимуса. Яся. Куст молодой. Это была не единственная гроздь на кусте. Единственная, которую я закрыла. Конечно, эта гроздочка несколько скромновата. Но зато здесь стопроцентный кишмиш будет. Может выдавать крупные ягоды, большие ягоды. Тогда они будут с косточкой. Но при плохом опылинии получаем вот такой. В принципе, хороший качественный кишмиш с ранними сроками созревания. Приятный вкус темной ягоды. Сладенький, но не приторный. Легкая кислинка. Но тоже она такая не кусючая, не заметная. А именно балансирующая. На 5 сентября вообще полностью готов. Все срезаем, снимаем. Можно было бы кушать и раньше. Но раньше не доехали. Это у нас Чарли. Видно плоховато. Дело в том, что молодой куст подмерз весной. И смотрите, вот побег, который должен был быть вертикально, мы его поместили горизонтально. Поджировывает. И вот это основной урожай. А вот это, вот это пасынковый. Крупная ягода темная. Пришлось закрывать от птиц. На 6 сентября она полностью готова. Сладкая и послен уже ушел. И такой приятный гармоничный вкус темной ягоды. В память учителя, несмотря на весну, несмотря на то, что подмерз, выдал достаточно неплохой урожай. Вот такие крупные эффектные грозди. Вот это порядка килограмма весит. Ну вот это чуть меньше. И нагрузка на куст на самом деле тоже довольно неплохая. Есть и на второй плоскости грозди. Единственное, что в этом году сильно запастывался сроками. Ну там было условлено особенностями сезона. Он очень поздно просыпался, очень плохо просыпался. Мы вообще думали, что на нем не будет ничего. Но на 25 сентября ягода полностью созрела. Ягода слегка хрустящая, приятная, гармоничная. Но я бы даже сказала, что есть у него какой-то особо богатый вкус. Да, вот он гармоничный, но что-то в ней есть особенное, что хочется кушать, кушать и кушать. Ну, подводя итог, урожай мы получили. Урожай получили вполне неплохой. И хорошая теплая осень, в общем-то, позволила полностью и полноценно созреть все ягоды. И напоминаю, что это еще не финальный обзор. Еще будет обзор технических и универсальных сортов винограда. И скорее всего, что там мы совместим вместе два участка. И тоже покажем, что мы там получили. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на другие обзоры. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.